Военные деятели из племен старшего жуза, Наурызбай Батыр, из подрода Толемис рода осыл племени Шапы Рашты. Один из трех главных полководцев Киобы Лайхани, Наурызбай Батыр, Кас. Наурызбай Тымбетлы, 1706-1781 год ГГ, один из казахских полководцев из рода Шапы Рашты, входящий в состав старшего жуза. Сражался против джунгарских захватчиков в XVIII веке. Был одним из трех знаменосцев Абы Лайхана, наряду с Кабанбаем и Багенбаем. Родился в 1706 году на территории нынешней Жамбалской области. Когда джунгары нападали на казахские земли, Наурызбаю было 17 лет. Он с раннего возраста вместе с братьями участвовал в перекочевках, переселениях и в различных походах. Пройдя через трудности войны, Наурызбай стал заметной личностью. Он был высокого роста и крупного телосложения. Обратив на это внимание, его отец вырастил двух жеребят. Со временем, они прослужили Батыру 18 лет. В 1729 году Наурызбай командовал войсками Шапы Раштинцев в Аныракайском сражении, где казахам удалось одержать победу над джунгарскими войсками. В этой войне он потерял всех своих братьев. Спустя небольшое время, Шамалхан и его военачальник Каскели начали готовить новое нападение. Казыбек Батыр из рода Шапы Рашты решает выставить против Каскелина и Шамалхана одного из своих батыров. Кто сразится с ними, тот и должен был стать командующим войсками старшего Жувзо. В итоге выбирают Наурызбая. Он собирает все свое войско и направляется к врагам. Узнав об этом, Шамал выставил своих лучших воинов – Кангыра, Дамбайла и Баралдая. Но больше всего он питает надежду Каскелену, так как он рос среди казахов и хорошо знал их слабые места. Во время битвы, Наурызбай насквозь пробивает Каскеленой своим копьем и одерживает победу. После этого, Наурызбай и Батыр, прославившись как великий полководец, получает имя Шапы Рашты. Наурызбай становится командующим Тумена. Осенью они вновь начинают сражение. В первом поединке Батыр и Мамбет, Шайбек, Синкибай одерживают победу над Мандабаром, Кангыром и Дамбайлом. А сам Наурызбай побеждает Шамалхана с этого момента. Место, где прошло сражение, начали называть Майданом. Эти битвы были первыми сражениями в жизни Батыра. В дальнейшем, Наурызбай до 70 лет принимал участие в сражениях. Он был одним из главных до тех пор, пока казахские земли полностью не освободились от джунгарских завоевателей. С 1748 по 1753 год вместе с Малай, Каскары Малай с Арбатырами, освобождал земли на территории Житысу и Восточного Казахстана. После войны занимался размещением казахских родов на освободившихся территориях. Был мудрым правителем в мирное время, благодаря чему пользовался авторитетом у народа.